Пенсии в Казахстане История знания разорвет цепи рабства Пенсия – это зарплата за воспитание внуков и за хранение преемственности поколений Иосиф Виссарионович Сталин Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно на основании биологических возможностей человека Пенсия в СССР с 1928 года Пенсия по старости была введена в СССР в 1928 году, но лишь для рабочих и служащих, как работников государственной секции экономики Колхозники, работники частных артилей имели собственное пенсионное обеспечение в соответствии с собственными уставами и приложениями Конституция РССР утверждена 5 декабря 1936 года Обратите внимание, статья 119 Граждане СССР имеют право на отдых Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих 8-часового рабочего дня И сокращением рабочего дня до 7 и 6 часов Для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до 4-х часов В цехах с охлобой тяжелыми условиями работы Установлением ежегодного отпуска рабочим, служащим сохранением заработной платы Предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов, отдыха и клубов Это статья 119 Обратите внимание Статья 120 Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости А также в случае болезни и потери трудоспособности Эти права обеспечиваются широким развитием социального страхования рабочих и служб За счет государства бесплатной медицинской помощи трудящимся предоставляемся С использованием трудящихся широкой сети курортов Закон о пенсионном обеспечении принят 14 июля 1996 года В котором говорится, что пенсия назначается не менее 50 рублей до 160 рублей Это Конституция Республики Астан Статья 24 Обратите внимание Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены А также на социальную защиту о безработице У нас есть послой по безработице Признаются правы на индивидуально коллективные труды Спорят с испорными установленными законами способов их разрешения Каждый имеет право на отдых Работающим по трудовому договору гарантируется установленным законом Продолжение рабочей времени и выходные и праздничные дни Обратите внимание, уже 8, 6, 4 часа даже не оговаривается Статья 28 Конституция Республики Астан Граждане Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии Социальное обеспечение и так далее Не работает Закон Республики Астан о минимальных социальных стандартах и гарантиях От 19 мая 2005 года Номер 314-5 Закон Республики Астан В настоящем законе используются следующие основные понятия Минимальный социальный стандарт Это минимальный объем услуг, денежных выплат или иных требований Установленных законом Республики Астан Обеспечивающих реализацию социальной гарантии и социальных прав Запомните, пожалуйста, социальный стандарт Система социальных стандартов Совокупность минимальных социальных стандартов В сферах труда, социального обеспечения, образования, семьи, детей, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта Организации гарантированным государством юридической помощи Статья 20 Минимальный социальный стандарт размера минимальной пенсии Минимальный социальный стандарт размера минимальной пенсии Содержит норматив размера минимальной пенсии Установленный на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете И применяется при назначении пенсионных выплат В соответствии с законодательством Республики Астан О пенсионном обеспечении Не работает Закон Республики Астан о пенсионном обеспечении Статья 1 Первое, основные понятия используемые в настоящем законе. Минимальная пенсия, минимальный размер пенсии, установленный на Советский Финансовый Год. Закон о республиканском бюджете. Вот это она устанавливается до сих пор, ну по привычке. Пенсия. Что такое пенсия на самом деле? Совокупность государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту. Или пенсионных выплат за высоку лет. И из единонакопительного пенсионного фонда, и добровольно-накопительного пенсионного фонда. Обратите внимание, отдельная государственная база пенсионного выплата. Это отдельно. Это к пенсии отношения не имеет. Это отдельная государственная база пенсионного выплата. Ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по достижении пенсионного возраста, установленного пунктом 1, статьи 1 настоящего закона. Минимальная пенсия не работает, а пенсии и базовая пенсия, как мы ее привыкли назвать, Это разные понятия. Обратите внимание на основание закона. Основные понятия используют законы. Пенсионные выплаты. Пенсия по возрасту, за выслугу лет, изденим накопительного пенсионного фонда и забровольного пенсионного фонда. Вот это и есть выплаты. Базовой пенсии здесь нет. Статья 2. Право граждан на пенсионное обеспечение. Граждане Республики Казахстан имеют право на пенсионное обеспечение и иностранные лица и лиц бюджетного гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, тоже имеют право на пенсионное обеспечение. Статья 4. Государственные гарантии по пенсионному обеспечению от 54 до 100% от прожиточного минимума. Государство гарантирует пенсионное обеспечение граждан, вышедших на пенсию до 1 января 1998 года. Это еще были советские законы. С сохранением установлено размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года. То есть они не менялись. Государственная база пенсионного выплата предоставляется физическим лицам. Пенсионные выплаты по возрасту, которым назначены до 1 июля 2018 года. И пенсионные выплаты за выслугу лет, которым назначены до 1 января 2016 года. Потом за выслугу лет, после 1 января 2016 года не начисляется. Второе. Достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 ст. 11. Это мужчины в 63 года, женщины в 60 в этом году. Настоящего года за исключением судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание, военнослужащих и т.д., получающих пенсионные выплаты за выслугу лет. Вот. С января 2016 года база пенсионного выплата военнослужащим не предусмотрена. Статья 11. Назначение пенсионных выплат по возрасту. Женщины, родившие и усыновившие дочерей 5 и более детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижениям 23 лет. Фактически стаж вместо полного до 2013 года был полный стаж. Разница уралманам как пенсия по возрасту до 1998 года. Уралман у нас тоже имеет право на пенсию по возрасту. Взяли эти деньги у многодетных матерей. Статья 11. Пункт 4. Пенсионные выплаты по возрасту в полном объеме. Обратите внимание, в полном объеме назначается при достижении возраста. Это 60-63 года мужчинам. При этом, если мужчина имеет не менее 25 лет стажа на 1-й ныряде 1998 года. Женщины не менее 20 лет на 1-й ныряде 1998 года. Пятое. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме. Назначается к тем, говорим, гражданам, которые достигли 60-63 лет. Если у них есть стаж не менее 6 месяцев, поставлен на 1-й ныря 1998 года. У кого менее 6 месяцев на пенсию по возрасту, право не имеют. Статья 11. Назначение пенсионных выплат по возрасту. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме рассчитывается как доля от пенсионной выплаты в полном объеме по возрасту, пропорционально имеющейся трудовому стажу на 1-й ныря 1998 года. То есть, фактически, месяца делится на 240 для женщин на 300 мужчин, умножается на 60%, получается конкретный процент от дохода. Статья 12. Период осуществления государственной базы пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту пожизненно заканчивается после смерти или при выезде на постоянном месте жительства с территории Республики Астан. Статья 14. Подтверждение трудового стажа. Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат учитывается за период до 1-й ныря 1998 года по возрасту. Трудовой стаж подтвердается трудовой книжкой, а при отсутствии трудовой книжки или соответствующей записи в ней устанавливается на основании документов, подтверждающие сведения о работе, либо решение суда. Статья 15. Исчисления размера пенсионных выплат по возрасту. в полном объеме производится из расчета 60% среднемесячного дохода, определяемого в соответствии с статьей штатства настоящего закона. Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту отшляется исходя из среднемесячного дохода за любые 3 года подряд, независимо от перерыва в работе с 1 января 1995 года. Четвертый пункт. Размер пенсионных выплат по возрасту за каждый полный отработанный год с 1 января до 1 января 1998 года сверх требуемого трудового стажа, помните 20 лет женщины, 25 мужчины, увеличивается на 1%, но не более 75% от дохода, учитываемый для исчисления пенсионных выплат по возрасту. Есть исчисленный размер пенсионных выплат по возрасту в полном объеме, когда женщин 20 лет, мужчин 25. Ниже минимального размера пенсии установлено на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете пенсионной выплаты по возрасту назначается в минимальном размере. Но это когда у человека нет дохода. Статья 16. Определение дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту. Второй пункт. Доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту за 3 года определяется путем деления общей суммы дохода на 36 календарных месяцев работы подряд за 3 на 36. Доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать размера 46-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Статья 31. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов. При наступлении условий предусмотрим путем 1 статьи. Это 60 лет и 63 года настоящего закона. При по достижении вкладчикам возраста 45 лет предостаточно пенсионных накоплений для заключения добропенсионного аннуитета. Это уже выплаты с ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов. Обратите внимание. Дальше. Инвалиды 1-2 группы, если инвалидность установлена бессрочно и выходившие на постоянное место жительства за пределы республики Астан. То есть, кто теряет наше гражданство, уезжает, покидает навсегда, получает деньги сразу. Статья 31. Пункт 1.1. Право на единовременные пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга, или близких родственников, или оплаты лечения для себя и супруга, или близких родственников, имеющих лица, имеющих пенсионное накопление, в едином накопительном пенсионном фонде, при наличии одного из следующих условий. Какие условия нужны? Если сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов выше, порог достаточный. Все вы это прекрасно знаете. Это у нас в выписках, и НПФ есть такое значение. Далее. Если вы уже выше на пенсии, и кроме судей, если ваша пенсия не ниже 40% от определяемого в определенном порядке дохода, то есть, в котором вы доход заявляетесь, в этом случае вы можете получить 50% от ваших накоплений. Если вкладчиком заключен договор пенсионного отеца со страхового организации, тогда тоже деньги можно переводить. Вот такая у нас презентация. Это краткий обзор пенсионного обеспечения. Кому интересно, в телеграм-канал я выложу эту PowerPoint-презентацию, для того, чтобы вы могли ее бегло посмотреть. Потому что сам закон вы можете найти непосредственно на сайте ЕНПФ, разделе пенсионного законодательства. А это то, что людей больше всего интересует. А у меня на сегодня все. Доброго вам дня. Давайте жить богато.